всем привет это 4d четкий футбол и мы начинаем с побережья черного моря из города сочи и погода прекрасная ну и кроме того пока здесь пытался загорать и купаться встретил нашего главного тактического гуру александра турского который собственно сразу со мной поделился своими мыслями о матчах сборной россии понятно что сборной сегодня много ну что закончились очередные матчи сборной повырастали как мухоморы после дождя в общем примерно столь же полезный ну а дискуссия обычная у нас как всегда дискурс не меняется туда ли идет наша сборная так ли она играет и не пора ли и и наконец как следует омолодить как пациентов профессора преображенского а мне спорт совершенно бессмысленный перед чемпионатом европы который и без того у нас будет чрезвычайный как-то странно резко менять состав да и потом ну в общем супер звезд новых у нас как-то вроде пока не выросло да у нас хорошая молодежка это круто но надо понимать чтобы перейти из молодежной сборной в первую ну вот могут перейти из молодежной сборной в первую не только лишь все мало кто это может сделать вот по поводу стиля у меня он представляет достаточно адекватным и возможностям команды игроков и стиля тренера то есть смысл тут в том что мы вряд ли с этой командой прыгнем выше головы с такой игрой ну то есть однажды только это видел в момент вдохновения в игре с хорвать и то проиграли кстати в итоге с испании конечно какое там вдохновение было вот а во-вторых с другой стороны стиль позволяет с равными себе играть весьма успешно турок и венгров мы правда в этот раз не обыграли но с турками был какой-то странный второй тайм ну тут надо понимать что сейчас все матчи у игроков на фоне усталости большой а с венграми ну по большому счету не повезло ну и плюс мне кажется что все таки даже при таком весьма ну не зрелищно прям скажем будем говорить стиле с алексеем мирончуком и с головиным даже эта команда будет все равно играть интереснее а надежность есть определенная и в данный момент наверное для главного тренера это важнее ливерпульское дерби это всегда особое зрелище а уж сейчас когда эвертон начал сезон с четырех побед подряд а ливерпуль в последний матч пропустил 7 это будет совсем уже нечто особенное понятно что пока еще рано записывать эвертон фавориты даже несмотря на то что у карла анчелоте все неплохо получается и что великолепной совершенно форме нападающий калверт люйн уже забивший дебютный гол и за сборную англии но все-таки четыре матча чего не показать кризисы еще будут и их нужно будет преодолевать ну а ливерпуль просто обязан реабилитироваться потому что такой матч как с астенвиллой это позор клеймо практически на репутации безупречности ливерпуль очень сложно предполагать как матч будет протекать потому что предыдущие ливерпульское дерби сразу после окончания паузы вышло нерезультативным матч закончился ничью 0-0 сейчас я думаю ситуация и на мы видим как сборной англии как в чемпионате англии идут дела голов забивается дикое количество поэтому есть ощущение что уже в первом тайме будет игра практически шашки наголо и мой прогноз по линии вулканбет это довольно рискованная ставка и все-таки первый тайм больше полутора там коэффициент хорошо больше двойки двойки так что имеет смысл рискнуть а еще если вы помните у нас в прошлом выпуске был конкурс нужно было угадать точно счет матча сборных россии и турции вот такие победители у нас есть целых два их список смотрите в комментарии который будет прикреплен прямо к этому нашему видео итак я простудился к счастью не ковид но сопли по колено горло болит носоглотка пухла температура но футбол смотрел очень внимательно как и мы все итак матч сборных турции и россии и здесь первая волна критики пошла сборная россии в первом тайме насколько смотрелось хорошо и атаковал интересный антон миранчук порадовал настолько же во втором тайме осталось давать скорости уже не могли тягаться с турками остановились чё то и только не стали говорить и что турки в мастерстве превосходят мне кажется не так и в общем что ничего не получается но в общем тем не менее в ничью со сборной турции сыграли стоит отметить отличный гол который забил миранчук но я думаю что многие обратили внимание кое-кто из игроков основы выглядел уставшим но и некоторых игроков основы важных для нашей команды а в этом матче не было александр ну как матч со сборной турции это все-таки хорошо все его смотрели здесь сочи отдыхали поэтому прекрасно но такой штамп да есть два разных тайма в ютубе поэтому он не использует но я уже сказал поэтому да игра была такой и в целом наверное впечатление не очень хорошие наверное впечатление очень хорошего того как наши не подкрылись под изменение карабул турков на чем чертеж сказал выход ундера во втором тайме это что у них стало два нападающих собственно один из них караман и забил там был стандартного тем не менее опасность тоже было намного больше чем в первом тайме в первом тайме а турка по сути нема я такое мнение видел что у турки мастерством лучше чем наши мне кажется это не так в среднем ну то есть там есть конечно пару человек там понятно что какой-нибудь челхан углу выделяется но в целом нет я не знаю я даже такого не видел я видел много негатива в адрес сборной и опять призывы с меня главного тренера но по-моему после одного неудачного тайма простите лиги нации как-то очень странно звучит не я не думаю действительно вот выделялся он дэр наверное в составе двух команд и там даже по цифрам по вкладу в атаки которые ударами завершались он был хорош даже среди тех кто сыграл весь матч но челхан углу не знаю вот когда там играл в байере или в гамбурге было интересно хотя кому я болельщик милан антон миранчук может в ближайшее время играть в основе регулярно когда все вернутся думаю что все-таки нет потому что сейчас то его рассматривают на позицию центрального атакующего полузащитника в обороне который поднимается дзюби но в принципе на этой позиции играет головин поэтому тут я не думаю что есть какая-то серьезная конкуренция но в целом да очень неплохо сыграл оба матча и со швецией в том числе надеемся что с венгрии сыграет хорошо потому что мы записываем их еще до этого исторического матча за первое место были перегинации ужасное напряжение да и вот возвращаясь на ручку если серьезно говорить то проблема у двух братьев как раз прибыла потому что они за сборную да как-то не очень хорошо играют но тут миранчук хорошо себя показал надеемся что лёша который уже начинает в основной группе в общей группе от таланта тренироваться уже будет показаться сборной следующая встреча со сборной венгрии в первом тайме тяжеловато наша команда выглядит чувствуется что дзюба устал и ошибки были когда пытались наши подходить к воротам сборной венгрии с моментами тяжело но и в результате мы не выиграли в сборной венгрии и пошло разумеется но надо сказать что черчеса вообще такую достаточно и критикуют достаточно охотно я думаю что это вопрос психологии потому что станислав саламыч ведет себя сверх самоуверенно мне кажется что многих просто болельщиков немножко это может раздражать поэтому если есть повод критиковать то критикуют но между тем я хотел бы обратить внимание что сборная находится на первом месте в группе и задача сборной все-таки не демонстрировать феерическую грусть сейчас демонстрировать ее уверенно уже на самом чемпионате мира чемпионате европы а сейчас решать свои задачи сборная да пока выглядит тяжело замены идут медленно в общем командовали такую консервативные пока не предлагающий нам ничего принципиально нового но она выстроена новые люди в ней тоже тем не менее но относительно вы как антон миранчук но те кто может претендовать на место лидера появляются и еще расскажу сборная тем не менее несмотря ни на что на первом месте сборная решает свои задачи пока ничего страшного не произошло а вот что будет на чемпионате европы но если чемпионате европы состоится мы летом увидим но я еще раз подчеркиваю пока все нормально и каркас тем не менее у сборной вокруг которой грубо настроить он есть тем более когда вернутся те игроки которые сейчас вот не играли ну марио фернандес в первую очередь наверное все таки как человек который здорово разгоняет правый фланг хотя и смольников очень старался но я еще раз скажу что пока абсолютно ничего страшного не произошло ну что главный то хедлайнер последних матчей лиги нации это украина после чудовищных поражений от франции и испании как вернулись а шевченко все-таки потрясающий мотиватор уж не знаю насколько он там великий тренер настолько внимательно слежу но матч против испании прям был по нотам понятно что могли пропустить в первом тайме но выяснилось что испанцы при всех их новых звездах еще не готовы пока вот рвать что называется игол украина их погрузил в какой-то совершеннейший траур ну и потом давить дыхе в очередной раз вот куда побежал зачем что с ним вообще происходит непонятно но я тут больше про украину что молодцы на самом деле поколение неплохое много молодых игроков на самом деле если говорить на данный момент сборной украины перспективнее нашей наша сборная пока все-таки снова уже стоит из игроков поживших и как дальше будет внедряться безусловно хорошая молодежь кстати поздравляем с удовольствием наших футболистов впервые за долгое время вышли на молодежный чемпионат европы это очень очень круто значит у нас есть кем обновлять сборную было бы желание украина тоже делает так что зачет ну конечно про сборную германии тоже не могу не сказать веселее веселого 3-3 люди держат да атака интересная но какой-то совершенно суицидальный футбол пока демонстрирует сборная германии в общем недовольство его химом лёвом там крепнет понятно что чемпионата европы уже не выгонят но не очень понятно что он хочет если честно то есть он мечется от каких-то крайностей другим то в три защитника играть то вдруг в два пока конечно зачастую выглядеть довольно комически хотя основной состав у сборной германии по-прежнему очень перспективный сильный а вот глубины уже нет глубины давно нет потому что следующее поколение сборной германии гораздо слабее вот 95 96 последний там 97 вот эти да дальше уже пока чет не проглядывает может случиться серьезный кризис по поручению некоторых товарищей но и также повинуясь собственным интересом я решил посмотреть матчи балканских сборных прежде всего это сербы которые доигрывают предыдущую лигу наций и с нами играют в одном группе в одной группе надо сказать что конечно сербы верны себе отличная команда по именам но возникают сборные регулярные проблемы чемпионат мира это показал особенно ярко потому что они там могли претендовать ну я думаю что на уровень четвертьфинала запросто сейчас конечно сборная кто-то закончил как матич тадичу 32 из тех кто выиграл в пятнадцатом году чемпионат мира в общем выросла одна суперзвезда это милинкович савич на вместе с тем вот вышел милинкович савич в матче с шотландцами они же таковые матчи лиги нации играют сборная перестроилась и митрович стал подыгрывающим человеком и на правом фланге прямо давление пошло такое достаточно регулярная ночь лазович хорошо встречу провел но и в итоге выиграли в сборной норвегии очень очень уверенно сербы и теперь сыграют с шотландцами а как вы знаете может быть вы знаете что если сербы выигрывают у шотландцев а то в группе на евро они будут играть со сборной хорватии как вы понимаете в общем такая встреча непростая вокруг не будет много всяких около футбольных а также политических движений но честно говоря я бы очень хотел такую встречу на евро прокомментировать посмотрим но сербы очень нестабильны норвежцев обыграли никакой холланд там ничего не сделал потом взяли проиграли венграм потом ввели в стамбуле 2-0 а в итоге сыграли 2-2 в общем сербы абсолютно малопредсказуемая но 2 3 4 5 человек необычайно яркий там есть хорваты играли с французами на но если у французов все то же самое огромное количество людей то есть были два года назад казалось незаменимые типа орнандеса сейчас там уже другие люди есть ничуть не хуже я просто к тому что у дешам огромный выбор кадров а вот златка далечу приходится тут вертеться потому что ушел ракитич ушел манджукич и даже не поймешь чья в общем потеря тяжелее манджукич слишком много работал именно в атаке позволяющую фланги задействовать а ракитич много подстраховывал оборону потому что конечно оборона у сборной хорватии не самое сильное звено и вида и ловерон стараются но и фланги ну того уровня на котором действовал шимов салько на чемпиаде мира сейчас там нет например фланговых защитников там условно времович все-таки не дотягивается если вы посмотрите победный гол который забили французы но тем не менее есть и хорошие молодые люди это и бреккал и влашич еще хорош он действует по сути чуть ли не вторым нападающим часто но просто потому что в центре модрич и чувствуется что влашич мог бы и больше двигаться но чтобы не мешать модричу который действительно очень силен по-прежнему даже сейчас 35 лет но влашич все увереннее влашич опять забил причем забил отличный гол по исполнению я думаю что на чемпионате мира никого влашич на чемпиаде европы никого влаша чемпионате мира если со здоровьем быть все в порядке должен быть вообще один один из лидеров сборной хорватии но и мне не очень нравится сейчас вот эти попытки в центре что-то такое то петковича поставить мне кажется краморич поинтереснее но я просто к тому что есть слабые звенья в сборной хорватии но в общем и целом это в общем не та история которая была в начале нулевых хорватов когда великих хорватов вот из той сборной 98 года меняли но такие более скромные ребята как балабан шокота или бишчан кстати бишчан сейчас хорватскую молодежку возглавляет я про не зачем ей это рассказывать может кому-то интересно но факт что они сильно уступали предыдущему поколению мне кажется что сейчас вот эти новые люди которые там могут прийти могут играть регулярно это едва касается в общем они в этой сборной конечно они не такого уровня как модрищ и ракитич но они в этой сборной могут быть лидерами ну интересно будем смотреть ваши вопросы к очередному выпуску нашего четкого футбола когда же уже у алхаза будет меньше простите что меньше у него будет александр дорский похудел ес стоит ли увольнять фавор за непадание в полуфинал лиги чемпионов или за не чемпионство просто его надо уволить владимир сергеевич уйдет такой образ интересный выпуск владимир сергеевич уйдет такой выпуск интересный образ дмитрий такой вопрос идем все таки это дмитрий его задает жеребцы то есть борусь имен хинланг паре в топ-4 этом сезоне из группы думаю не выйдет потому что слишком сложные соперники а вот в топ-4 думаю останется байер будет слабее мне кажется чем в прошлом году когда в дортманде поменять тренера пока никогда где бубнов в бубен дует часто ли попугайчик срет тебе на голову вопрос денису вопрос действительно зрел стыгненко про серию отчитывал сбуду к доске вызвали а он молился лишь бы не я мне вопрос как вам кажется какую роль будет занимать холлан в мировом футболе к концу сезона роль не знаю великан-людоед какой-нибудь на кого он еще похож когда уже наконец и головин пойдет на повышение нужно поправиться надо он с ним травмирован не было мнение стыгненко по ключевым матчам в англии 2 7 и 1 6 воздержался уж уж у помотинга гениальный агент засунуть такой дерево повар дом деревянный на самом деле учитывая что ливандовского менять то надо редко он обычно здоров опять кому-то не нравится физиономия дурского может стоить в комнату варг судье посадить еще бывших футболистов и бузову бузову обязательно бузову тогда все будет хорошо макгвайр провал для в мю конечно же нет однозначно там самый сильный защитник сильнее всех остальных центральных вместе взятых кирилл смотрели ли женский футбол какую футболист смогли бы выделить марту конечно мне кажется лучшее в истории потом была эта замечательная как ее биргит принц еще помню милхэм из нынешних меньше знаю в алхазов топ конец то справедливость восторжествовал неужели нельзя одеть нормальную чистую футболку на кого кому одеть или кого одеть надеть может быть и можно так прогнозы желаю кириллу дементью чтобы золотой мировон не проразов кожаный это тонко а вам не кажется что зенит проиграл лишь потому что симака не хватило кишки поменять дзюбу чего не хватило кишки приходь а ну вот слушаешь дорского и началась депрессия он на меня тоже навевать такую депрессию я уже больше не могу отвечать на вопросы спасибо будем ждать следующих выпусков а